МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В мини-футбольном чемпионате очередной тур ознаменовался Гомельским дерби. В Гомельской области искали таланты для королевы спорта. Высшие лиги футбольного чемпионата страны сыгран 22-й тур. Правда, у болельщиков команд, представляющих Гомельскую область, поводов для радости мало. Мозырская славя на своем поле крупно уступила Слуцку 1-6. Гомель хоть и пропустил меньше, однако от этого не легче. Зелено-белые выходили на матч против новополоцкого Нафтана. Зная, что их основные конкуренты за право остаться в высшей лиге, Витебск и Слуцк добились побед. И неудача в этой игре отбросит Гомельчан от заветного 13-го места. Все усложняли и кадровые проблемы. Из-за перебора желтых карточек вне заявки остались Станислав Сазанович и Геннадий Близнюк. Стоит учитывать, что в лазарете команды сейчас находятся несколько ключевых игроков. С первых минут гости показали, что намерены брать очки на центральном. Захватив инициативу, они осаждали владение Олега Ковалева. Гомель изредка отвечал контратаками. По истечении первого получаса игры Нафтан забил, правда мяч не засчитали. Игрок атаки был в офсайде. Под занавес первого тайма гомельскому голкиперу все же пришлось доставать мяч из своих ворот. На 53-й минуте матча Алексей Теслюк мог сравнять счет, однако выйдя один на один с голкипером, не смог его переиграть. И тут сработал спортивный принцип «не забиваешь ты, забивают тебе». В ответ на атаки новополочане удвоили свое преимущество. На 64-й минуте Гомель создал первый по-настоящему опасный момент. Мяч благодаря чуду и самоотверженности голкипера и защитника гостей не попал в ворота. Спустя две минуты еще один момент. Почти брат-близнец предыдущего. Правда навес уже был справа. И снова удар головой, и снова штанга. Правда на добивание зелено-белые были куда удачливее. Свой первый мяч в высшей лиге, заявил Андрей Антонюк, незадолго до этого вышедший на замену. Игроки «Нафтана» быстро остудили эйфорию, возникшую на трибунах и в рядах зелено-белых. Преимущество гостей вновь выросло до двух мячей. А уже в добавленное время счет стал разгромным 1-4. Это поражение стало для Гомеля шестым к ряду. Правда главком команды Владимир Гольмак просит в этот во многом переломный момент сильно не драматизировать, а наоборот поддержать команду. Я знаю, что одно, что мы выбрали путь в философию гомельского футбола. Это свои воспитанники и молодежь. У нас играло сегодня, с заменами вышло, 9 человек, 20 и моложе, 21 и моложе. Фантастики не надо выдумывать, ребята. Надо, если мы собрались философствовать и развивать философию, давайте-ка перетерпим, подождем. У нас выпало три опытных футболиста ушло. Появились более опытные – Игнатенко, Янченко, Новик, да. И они выпали. То есть они молодые были уже определяющие, и они выпали. Хочется верить, что у футбольного клуба «Гомель» действительно светлое будущее. А пока за четыре тура до финиша чемпионата зелено-белое на последние строки отставание от заветного 13-го места 5 баллов. Однако в стане команды уверяют, что первая лига пока подождет. У нас никто не отменял задачу еще остаться в высшей лиге. Еще четыре тура. И у нас график один, у других команд другой. Поэтому я, например, ребятам сказал, ну да, мастерства мало, желание есть. Будем желанием выходить, наверное, где-то повернется к нам лицом. Очередным гомельским дерби отметился четвертый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу в высшей лиге. Календарь свел белорусскую чугунку и ВРЗ. Согласитесь, афиша весьма привлекательная для болельщиков. Команды оправдали все ожидания. До этой игры в активе каждой из дружин было по шесть очков. Номинальные гости футболисты ВРЗ за время своего выступления в вышке ни разу не обыгрывали железнодорожников. С первых минут футболисты БЧ стали играть первым номером. Вагоностроители делали акцент на контратаке. На 12-й минуте первого тайма это принесло плоды. Хозяева сыграли в защите небезупречно. После они бросились отыгрываться и имели пару неплохих моментов. Однако забить не удалось. А вот сами получили гол в раздевалку. И снова железнодорожники у своих ворот сыграли не лучшим образом. В принципе, все то, что планировали в первом тайме, многое из этого выполнили. Но, к сожалению, реализация это ужасает. Плюс то, что мы пропускаем, отсутствие борьбы в первом голе. Не то, что какая-то доля есть, а полное отсутствие. Ну и второй гол за 40 секунд до конца это тоже то ли не добегаем, то ли вратари у нас стоят молчат, они стоят и молчат. Хотя об этом все время говоришь. Презвело к счету 2-0. Во втором тайме место в воротах БЧ занял Владимир Стремилов, а Валентин Поздняк отправился на скамейку запасных. В желании отыграться с железнодорожником было не отказать. Однако мяч упрямо не летел в ворота. На 11-й минуте хорошую возможность имел Александр Вершинин, однако попал в штангу. Спустя 4 минуты в похожей ситуации он снова не смог поразить ворота. В промежутке между этими моментами случилось то, что минимизировало шанс БЧ отыграться. Один из ключевых игроков Андрей Черниенко за грубую игру получил вторую желтую карточку и отправился досматривать матч с трибуны. А команда на 2 минуты осталась в меньшинстве. Выпустив гонял у железнодорожники на серии на ворота ВРЗ, но получили мяч в свои ворота. Итог победы ВРЗ 3-0. «Чтобы обыграть такую команду, как БЧ, нужно выкладываться не на 100%, а на 150% и даже больше. Команда очень хорошая. Где-то нам сегодня повезло. Обстучали наши штанги перекладины. Но оно где-то забирается, где-то дается. Ну и всем, как бы все молодцы, выложились». Агрокомбинат Южный в четвертом туре принимал столичный мопит и крупно уступил 1-7. Светлогорский ЦКК в Минске проиграл охране «Динамо» 1-2. Три игрока гонбольного клуба «Гомель» – Валентина Кумпель, Виктория Шимановская и Екатерина Дубовцова. В составе женской сборной Беларуси готовятся к матчам квалификации чемпионата Европы 2016 года. Игры против команд Норвегии и Румынии состоятся соответственно 7 и 11 октября. А до того, как приступить к работе в сборной, девушки отстаивали честь собственного клуба в национальном чемпионате. Накануне отъезда девушек в национальную сборную «Гомель» дома принимал команду «Сборная-98». С первых минут стало понятно, что 17-летние гонболистки не смогут оказать серьезного сопротивления более опытным соперницам. Гомельчанки же проводили игру, можно сказать, в тренировочном режиме. Игровое время получили все гонболистки за исключением Ирины Дроновой, которую тренеры решили поберечь из-за небольших проблем со здоровьем. Именно поберегли просто. С этих соображений у нее сейчас много было игр хороших. Хорошая балтийская танктура она отыграла на очень высоком уровне. Тяжелые были игры. И сегодня ей реально дал отдохнуть. Тренерский штаб дал возможность проявить себя всем гонболистка. Сейчас костяк команды – это шесть опытных и сверхнадежных спортсменок. Остальные либо пока молоды, либо просто не дотягивают до высокой планки, установленной партнерами по клубу. А снижать ее никто и не собирается. Гумель не скрывает, что борется за золотые медали национального чемпионата. Тем не менее, шанс наиграться дали все. Каждая должна быть готова в любой момент выйти на площадку. К тому же в этом матче у тренерского штаба была еще одна установка – дать игрокам побольше свободы. Хотелось, чтобы команда сама просто… Бывает такая ситуация, что без тренерского какого-то нажима или каких-то таких жестких указаний в процессе игры. Специально дали сегодня установку и хотели проверить, как команда может сама справляться в таких ситуациях. Соперник был, безусловно, очень легкий, простая игра. И именно сейчас каждую игру используем для того, чтобы вот эти тонкости, нюансы, шероховатости в технике убирать. Гомельчанки уверенно вели игру. Первый тайм завершился со счетом 22-10. Тем не менее, молодежь иногда демонстрировала характер, проводя хорошие отрезки. До финальной сирены табло отражало более чем двукратное преимущество хозяев – 44-21. Следующую игру Гомель проведет 14 октября. В отсутствие сборниц тренировочный процесс команда не останавливает. В Гомеле прошло первенство Беларуси по боксу среди молодежи. Соревнования носили статус отборочных на чемпионат Европы, который в ближайшее время состоится в Польше. В числе призеров и победителей первенства и представителей Гомельской области. На ринг областного центра Олимпийского резерва «Единоборств» выходили действительно лучшие боксеры 1997-1998 годов рождения со всех регионов Беларуси. Многие из них имеют за спиной опыт участия в престижных международных соревнованиях. Успешное выступление в первенстве открывает путь на еще один крупный старт. Чемпионат Европы. Однако не только по этой причине турнир привлек пристальное внимание специалистов Федерации бокса. 1997 год – это уже тот год, который уже будет участвовать на взрослом рынке. Поэтому здесь также их просматриваем, уже смотрим, что для дальнейшего их видения уже во взрослом боксе. На ринг выходили не только юноши, но и девушки. Женский континентальный чемпионат 2015 года уже позади. И первенство страны проходит с расчетом на будущий год. Гомельская область выставила на турнир более 20 бойцов. Серьезно готовиться к соревнованиям начали еще летом. После областного первенства провели тренировочные сборы. Так что команда региона рассчитывала на медали. По итогам первенства женская команда Гомельской области подтвердила статус одного из лидеров в стране. На счету гомельских девчат три первых места, одно серебро и три бронзы. Среди мужчин в своих весовых категориях сильнейшими стали Георгий Ворошилов и Александр Халаев. Также в активе гомельских боксеров шесть бронзовых наград. Это она только так называется – легкая. На самом деле эта атлетика – один из самых тяжелых видов спорта. Таланты для королевы спорта сейчас ищут по всей стране. Перспективных детей выявляют в рамках спортивно-массового мероприятия с говорящим названием «300 талантов для королевы». Это широкомасштабное движение проходит в несколько этапов. На первом лучших в обычных школах определяли учителя физкультуры. Порядка 150 учеников первых четвертых классов приняли участие в областных состязаниях. Они проходили сразу в трех городах – Жлобине, Мозере и Гомеле. Пока эти дети не спортсмены, но обладают определенными параметрами, необходимыми для легкоатлетов. Организаторы программы стремятся сделать так, чтобы ни один талант не остался незамеченным. Мероприятие проводится в первый раз. Хочется надеяться, что действительно вот эти дети, которые приходят на базы для прохождения тестирования, заинтересуются, им понравятся вот эти лехатлические упражнения. Им они с удовольствием пойдут записываться в секции легкой атлетики. В программе отборочного этапа несколько соревнований. Бег на 30 метров, челночный 4 по 9, метание мяча и 6-минутный забег. Результаты разные, у кого-то глаза загораются сразу. Возможно, среди таких ребят – будущие мировые олимпийские чемпионы. Главное – как можно раньше рассмотреть талант. На втором этапе отобрано 50 лучших, которые будут взяты на контроль специализированными спортивными школами. Эти ребята отправятся на общий сбор. И уже на третьем этапе выберут 20-25 самых сильных и перспективных, которые примут участие в рождественских стартах в Минске. А потом, возможно, и представят Беларусь на международных спортивных аренах. Этот проект уверенные организаторы непременно получат развитие. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин